Гришонин У меня уже один сеянец абрикоса покраснел листьями Наверное скоро сбросить, не рада ли вы, думаю Да вы знаете, у меня есть несколько фотографий Где у меня настолько яркие концы листьев абрикоса Что сам думал когда-то, что это больные А там оказалось, что нет, всё нормально Вот, так что пока паниковать рано Хотя мы с вами на данный момент понять не можем Больные они или наоборот всё в порядке Ну красные листья для абрикоса это нормально Особенно верхушки Так, добрый вечер, добрый вечер Привет из Казахстана Всем привет Так Это антон ваш или кого-то из наших этих Ладно, потом разберёмся Привет из Белова А это другая Матвеева Так, моя семья Матвеевых Которым я горжусь Мои ученики Это Омская область Так, Галина, здрасте, как приобрести яблониапорт 8 960 Нет, не так, это мой номер Короче, где тут написать там Может, я никогда этого не делал Но попробую Впервые Напишу телефон Сергея Свяжитесь 8 983 275 40 56 Точка Вот это ещё проверяю 980 Ага Отправить Это, наверное, я никогда ещё так не делал Наверное, здесь появится этот номер Вот здесь, наверное, потом Ну-ка, я проверю А, есть Ну, в общем, смотрите С ним разбирайтесь Потому что он по предоплате работает Это значит, что Может, они есть То есть, он их выращивает Но на данный момент Есть или уже Как условно продано Я не знаю Так Ну, конечно, яблонито выдающийся Тут слов нет Здравствуйте Деревья привитые А блокировка Тоже калеки Все привитые деревья Калеки Семечко выросло Это не калеки Кстати, люди калеки Некоторые могут жить очень долго Почему деревья не могут Могут Почему? Ну, смотрите Я Как сказать Мы же хотим Чтобы у нас деревья долго жили Возьмите яблоньку Дичок яблони Нет Пример лучше с абрикосами Все-таки это более диковинная вещь Вот у меня манжурский абрикос Он самый старый Я первый его посадил Вот Купил я его однолетним саженцем В 1985 году То есть В 1984 году Ему В 1984 В 1986 В 1986 Так вот Понятно Я с него начал брать косточки И прививать Самые роскошные сорта Ну, не могу Что я буду там Мелочиться Самые роскошные сорта Так Естественно Что Он Некоторые Уже исполнилось 30 лет Но они уступают ему По росту В 2-3 раза Во-первых Потому что культурно Во-вторых Потому что Любое привето дерево Все-таки Это ветка боковая Поэтому Естественно Догнать уже его не могут По размеру Так Потом Значит Они у меня Искалечены уже Морозами Прививками То есть Не прививками А черенки Отрезал И просто Наблюдение Со стороны Когда одно дерево Два Можно ошибиться Вот как человек ошибся Когда Он сам что ли Мерил Что там На высоте 2 метра На 10 градусов Теплее Ну дурь Чушь А на самом-то деле Получается Что Человек имеет право Делать провод Увидев 100 тысяч деревьев Вот как я Например Я поэтому И имею право На Ну скажем Экстремизм И все-таки Никогда Привитое дерево По возрасту Не догонит Не привитое Пример вот этот Манжурский абрикос Потому что Они самые Крупные От природы То есть У них Генетики Это заложено Знаете Манжурский абрикос Не в горах Чем выше горы Тем меньше Манжурский абрикос А именно На равнении Они тоже Растут Вот Такие деревья Высотой Три этажа Где-то До 18-20 метров Вы поверьте Это гигант Да Вот Какое привитое дерево С ним сравнится И у меня Никогда Привитое не доходит Вот такой Как бы ответ Пусть он эмоциональный Но поверьте Это все правда Так Пойдем дальше А то что люди Могут жить долго Ну есть болезни Которые сокращают Жизнь Есть болезни Которые организм Переносит Вот Что ж тут поделаешь Коллеги могут жить Полноценной жизнью Мы не все Дело в том что Для жизни нужно что Первое Это конечно Генетика Определенное здоровье иметь Правильно Второе Эмоциональный настрой Ведь как человек Может жить Когда он хочет Застрелиться Или повеситься Какая черту жизнь Вот Ну а там дальше идет Регулярные половые связи Так как у нас Некоторые моральные Принципы Заставляют людей Рано умирать И это тоже есть Вот Но эта тема Настолько скользкая Что к садоводству Точное отношение не имеет Получается что И коллеги могут быть Достаточно счастливы Что ж поделать Кроме У этих самых Моральных коллег Посмотрите на ваши Абрикосы Сеянец С 16 года Непривитый Без плодов Ёх Вкусные Сладкие Так Это надеюсь фотография Или это Я буду включать Ну-ка Абрикосы Абрикосы От этого От Итак Сеянец Ах Сеянец Ух ты Ну-ка Нажал Рискую Так Ага Все-таки это фотография Давайте посмотрим Дайте Разглядеть Вы надеюсь Тоже все видите А как я разберу Как крупную сделать А больше Крупную А вот Получилось Ах Сеянец Ёлки-палки Так Ой Ё-моё Красота Какая Это 50 Сколько там 6-7 грамм Да Ну что я скажу Ну что я скажу Ну Там у меня слов нету Так Как теперь вернуться А вот сюда Ну что я скажу Наталья Надеюсь Что вы не пошутили До 60 грамм Вкусные Сладкие Сеянец Ну догадаться Вот учитывая Что у них папа-мама Сказать что за сорт Нет Все-таки я хочу Посмотреть Что у вас за сорт Я еще гляну Можно Можно Так Что за сорт Так Не королевский Методами исключения Не академик Не королевский Серафим Ну тогда крупно Для Серафима Амура Анис С хвостиком Гибрид Все Короче так Гибрид железового Все Я это право Заработал Абрикос Гибрид железового Точка Раз я не узнал Какой сорт Фух Так А что такое Андрей тут А или это она Или Андрей Ну-ка Здравствуйте На своем канале Вас вновь приветствуют Магазины Дачная коллекция Давайте так Я потом Сфотографирую И Вот Не сфотографирую Посмотрю Этот ролик А потом Скажу Видимо Не зря Прислали Этот ролик Правильно Ой не туда Залез А где был то А вот сейчас Вот тут Давайте я этот ролик Потом посмотрю Для чего это Андрей Присал его Всем здравия Так Добрый Хочу воздать мнение А шара Шарафуги Гибрид абрикос И персик слива Я Знаете как Моего мнения нет По одной причине Я несколько раз Получал чернгель Костки медиал Не имел Под названием Гибрид абрикос И персик слива Каждый раз Они оказывались сливой Откуда может быть Мое мнение Вот И потом Я в тройной Гибриды вообще не верю Вот не верю все Когда два Апулят друг друга Получился Какой-то плод Он дал косточку Вырастить еще Целое поколение А потом еще сливу Скресить со сливой Вот Не знаю Я То есть Сказать Легко придумать Ах это гибрид А вот тебе Качество персика Это значит Наверное вкус Вот тебе качество слива Наверное морозостойкость Вот И так далее Ну Не знаю А вот Это вот Получается Видимо Как раз Продезгибрид Ну Давайте так Мы им закончим Разговор Сегодняшний Там всего Две минуты Посмотрим Халтуру нам посовут Или нет Пока читаем Ниже Сорт Мелитовский Мелитовский Ранее Все Ладно Сдаюсь Я это самое Потерял память Я Мелитовский Ранее Почти Перестал Кто знает Последние два года Вспоминайте Там нет его Я про него Сам забыл Я перестал С него Косточки брать Вот Не в самом Развыке Считался Ну А для вас Для Нижнего Норгана И где вы там живете Само то Вот Так что будем Пятать Мелитовский Ранее Но он гибридный И я его не узнал Это о чем говорит У него есть папа Что у вас гибрид А у этого гибрида Нет названия Сортом железа Нельзя назвать А сортообразцом Мы имеем право Так Галина Абрикос Крупноплодный Это плодом Усил Костки собрала Их для весны Хранить Или подзиму Посадить 50% Посадить Подзиму 50% Посадить Весной После сертификации Я уже так говорю Хотя вы можете Все посадить Осенью Сколько взойдет Неизвестно Сколько Сидят мыши Неизвестно Посадить После сертификации Вы можете И загубить Помните И сгниют Или не взойдут Если Не угадали С Этим Хлажностью С Температурой Поэтому Я не могу Ответить Точно Я обычно Тогда 50 на 50 Ну а От вас Я не знаю Получал ли я Фотографию А почему У меня нет фотографии Если нет Или есть Но я не помню От кого Пожалуйста Если есть Пришлите фотографии Ну как я буду Доказывать Когда Если никто Не присылает фотографии Что и в Ульяновске Это по Волсе И в Нижнем Новгороде Мои плодоноси И в Саратове Мои плодоноси И там И там И там И все Это Волга Фотографии Присылайте Умоляю Здравствуйте А у вас Тоже Сибирка И Ранетка Дичавшая Растут Заметно Медленнее Относительно Яблонь Посаженных И семян Культурных Интересный вопрос Покупал у вас Ассорти Яблонь И Сибирка И Ранетка Ну и смотрите Я вам высылал Ассорти Получается Что это Семена Вот Одно Не Яблонь Культурных А именно Подвойных То есть Сибирки Тире Ранетки Это у вас Они будут Расти из семян Рост у них Довольно Сдержанный Сразу говорю Это вам Не абрикосов Вот эти То есть Вырастут На полметра Это И без всякого ухода Или на метр С уходом Это будет Первый год Их можно привать Теперь так А у меня Ранетка И Сибирка У меня Допустим Ранетка С которой я собираю Всегда И сейчас Собрал Плоды Это Не привитая Она никогда Не была Корнесобственная Поэтому она За эти годы И постепенно Дичала Вот так А что касается Сибирки То Сибирки У нас Практически Практически Все Из Корневых Отводков А что такое Из корневых Отводков Это значит Что у них У корневых Отводков Сдержанный Рост Но раз Семечки С ними Беру Если Яблони Пойдут И Сильно Вот пока Пожелтели Сильно Слегка Повяли Остальные Листья Зеленые Что делать На этом этапе Ничего Ничего Даже До весны Вот весной Когда она У вас Останется Сухой Вы ее Отрежьте Сейчас Никакого Кмешательства Дерево Готовится К зиме Вот Тем более Я не вижу Как сильно Пожелтели Выживет Она Не выживет Вот Потому что Иногда Знаете Какие Бывают Вот Вы понимаете Дерево Бывает Это имеет Не двух А трех Родителей Это Есть научное Объяснение Есть научный Термин Я просто Говорю Вот Где Наверное В одной Ветке Сосредоточить С одного Дерева Одно Раньше То есть На дереве Получаются Ветки С разными Характеристиками Вот так Отвечу Но ничего Не утверждают В данный Момент Скорее Все Она Просто Загибается Почему Тоже Непонятно Почему Рядом Зеленая А на Это Почему Повяли Ждите Следующей Весны Весной Пойдет Дерево В рост Увидите Что она Окончательно Высохла Окончательно Вот тогда Отрежьте Но не полностью А оставите Вот такой Побег Почему Потому что На таком Побеге Вдруг Ни с того Ни с сего Казалось бы Сухая ветка На таком Побеге Вы можете Увидеть Росточки И тогда Получится Не рано А нормальный То есть Это Главное Чтобы эта ветка До конца Не засохла Так Идем дальше Сафронный Модератор Так Ну что Антон Гусев Всем здравия Недавно В местном Питомнике Красноярский Край Покупал Родственник Яблоню Яблоню Ему сказали Обязательно Осенний Отлип Якобы Это сделает Корни Более Напитавшимися И более Рано Проснулся Весной И вот А еще Каждые Две Недели Два Ведра Полив До зимы И Удобрить Осенним Удобрением Ужас Вот Слово Ужас Годится Вот Во всем Этом Единственное Путнее Слово Правильно Это ужас Ужас Елена Ужас 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 Ну Ну Тут Тут Надо Соображать Сколько И Как Часто Тут Уже Никаких Не помогут Никакие Эти Конкретные Цифры Вот А если Брать В целом Подзимний Полив Подразумевается Что Лить 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 Это Гробить Сад Этого Никто Не знает И не Понимает Я имею Ввиду Вся Официальная Литература Подзимний Полив Обязательно Иначе Дерево Погибнет А потом Когда Оно Действительно Гибнет Никто Подзимный Полив Несмотря На Подзимный Полив Дерево Погибло Перестает Сбрасывать Листья И готовится К зиме Интенсивно Лихорадочно Испаряет Влагу 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 А тут Зима Бах А листья На Дереве Вот А это Значит Что Оно Не Подготовилось Так Галина Блинова Поняла Спасибо Мы Наверное Закончили Да А давайте Сейчас Заглянем Что нам Присыл Андрей Это Скорее Все Про Этот Гибри Мы Дальше Сейчас Попробую Определить Халтура Или Нет Если Вы Видите Здравствуйте На Своем Канале Вас Продолжается И Сегодня Я Познакомлю Вас С Очередной Экзотической Новинкой Популярность Которой Набирает Сейчас Обороты Это Шарафуга У Этого Гибрида Целых Три Теплолюбивых Родителя Персик Абриков И Слива Но В отличие От них Само Растение Отличается Высокой Морозостойкости И Отлично Растет В Более Просладных Условиях Его Дерево Шарафуга Меня Еще Слышно Или Я Уже Не Туда Нажал Ну Все В Любом Случа Я С Вами Прощаюсь Если Меня Еще Слышно Не Забывайте Про Наш С Антоном Валерьевичем Каталог Вы Будете Нас Подкармливать Мы Будем Продолжать Гнуть Свою Линию На Этого До Свидания Особой Привет Будущему Лауреату Вот Государственная Премия Это Обязательно Это Само Собой Но Премия Которые Дает Набыльский Комитет Я Не Успел Показать Ту Женщину Отчаянную Которая Никому Не Поверила И Все Таки Добилась Набыльской Премии Но Все Таки Очень Политизирована Эта Вещь Набыльской Премии Ну Хотя Б Госпремию На Правда Не Скоро Все Друзья До Свидания Не Забывайте Про Каталог Спокойной Ночи До Следующего Понедельника Я Прощаюсь С Вами Чтобы Дорогa Дорога Продолжение следует...